Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем с вами играть Хасл Касл. Ну что же нас ждет здесь? Вау, ребята, 23 уровень получил мой замок, поздравляю нас всех! Так, краса 37, полуэкт 33 уровень получает. Ну разве это не хорошо, а? Это просто замечательно, ребята. Так, плотник получает 5 уровня у нас. Что у нас здесь? У нас прогресс, мы забираем, естественно, здесь все. Ого, синий судачок, это как раз то, что мне сейчас нужно. Так, давайте глянем, что из него нам выпадет хорошего. Оу, бронька на мага, ну-ка, ся. 36 уровень нужно, чтобы ее одеть. Ну у меня, по-моему, таких магов нету. Да, конечно, хорошо, что броня выпала, но плохо, что не на мой уровень. Ну что же, давайте, ребята, определимся с целью. А цель у нас будет тронный зал. 800 тысяч золота, 200 тысяч дерева. Если с деревом у нас еще шатковалка, то с деньгами, ребята, у нас полный провал. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами сегодня пофармим немножко игроков. Ну и, естественно, орков. А я вообще, честно говоря, не смотрел, если они у нас на карте. Ну, это мы сейчас выясним. Так, деньги я в любом случае никуда не смогу потратить. Поэтому нам придется копить. Так, ну что, наверное, мне кажется, что надо моих ребят возвращать на базу. Кстати, да, насчет улучшения. Нет, слишком все очень дорого стоит. Полтора миллиона – это слишком дорого для нас, по крайней мере, именно сейчас. Даже если мы будем апать за 400 тысяч и 100, оно, наверное, ребята, того стоить не будет. Поэтому я предлагаю все-таки изначально, как я и говорил, делать тронный зал. Нам нужно развиваться, ребята. Нужно развиваться. Нужно успеть до обновления игры. Так, ну что, у нас двое этих готовых. Так, полуэкт у меня 33 уровня. И я ему могу... Нет, ребят, к сожалению, я не могу ничего ему одеть. Жаль, обидно, конечно, но ничего с этим не поделать. А краса у меня, да, вы видите, у него очень хороший топорик. И я могу на нее надеть герой латы. Это замечательно, ребята. 14232 мощей. Что может быть лучше? Наверное, ничего. Так, ну что же. Только одна краса у меня 21 741 тысяча мощей имеет. Что очень даже хорошо. Так, с кольцами, с амулетами у нас здесь все, в принципе, ясно. Давайте заберем ресурсы свои и посмотрим этот костюмчик, который лежит у меня в инвентаре на повара. Кому его можно все-таки одеть? Ну что же, ребята, поварята, идите ко мне. Я вас сейчас буду полностью обсматривать. Так, 550. А у тебя 540. Такой же. 560. Ага, 340. Ну-ка. Ах ты, зараза. Она не подходит, ребята, по уровню. Но вот этот-то подойдет, поэтому я и поставлю ей. Как же он у меня долго лежал. Надо же. Это было мое упущение, ребята. Ну да ладно. Так, мастерская и оружие. Нет, давайте мы, наверное, с вами глянем сюда. Что мне нужно для создания брони? Естественно, кристаллы. И сколько их у меня? 6. Я, наверное, ребята, рискну разобрать некоторые шмотки. И давайте с вами приступим. Так, первая пошла. Но этот костюмчик мы трогать не будем. Так, что у нас с арбалетом? Нет, все-таки пускай полежит. А вот эту броню, скорее всего, мы, ребята, разобьем. Что еще у нас с лишним? Давайте, наверное, с вами угробим один топорик. Конечно же, который послабее. Вот этот. И что у нас еще остается? У нас, в принципе, еще много вещей. Да, давайте его бахнем. Он нам не нужен. Он никчемный. И того у меня должно хватить, по идее. Да, ну как давайте. Да, и я буду ставить, естественно, броню на воина, ребята. Так, 6 часов будет она делаться. В принципе, это недолго для нас. Так, у меня, кстати, сделано 2 прогресса. Да, жалко, что одни только ресурсами. Ну да, не беда. Так, у нас есть орки. И это радует. Давайте, ребята, возвращаем свою компашку обратно назад. Сколько там? 3? О, 4 и 5 часов. Нет, это мы долго так придется ждать. Давайте вернем их. И пойдем спокойно с вами фармить наши любимые сундучки. Так, давай-ка, краса, иди отхилься. А мы в этот момент соберем прогресс свой. Первый взяли. И второй взяли. Ну что же, неплохо. Неплохо. О, даже еще один есть. Вау. И еще должен быть один, нет? Ну ведь висит же. Так. Что, 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 что такое? Что, где там? Ага. Касперенок опять напал. Привет, Каспер, как дела? Давай-давай. Играй помаленьку. Так, ну я же говорил, что должен быть прогресс. Так. И у нас там выпал сундучок. Ладно, мы сейчас... Что, у меня краса отхилилась? Отхилилась, родная. Возвращайся. Опачки. И давайте с вами начнем тормошить орков. Здесь у нас никого нету. Вот они, наши красавцы. Воу-воу-воу. Почти 50 тысяч мощей. У орков это, ребята. У орков. Ну давайте заценим, ребята. У меня новые костюмы. Как вы видите, новый топор. Топор очень хороший. Кстати, выпал из сундука. И я им очень доволен. Как понять, очень доволен? Я его, в принципе, только в первом бою и тестю. И насколько я могу смотреть, не такая уже онаевата, как была раньше. Разве это не прекрасно? Это очень хорошо. Ну, потом мы, ребята, с вами посмотрим, как это будет выглядеть с другими игроками. Вот единственная незадача, что слишком долго теперь они будут у меня отхиливаться. Давайте, бегите, хильтесь. Ну, а мы тем временем вскроем, наверное, с вами эти два сундучка. И глянем, что из них выпадет. Первый пошел, и выпадает нам только ресурс. А со второго, надеюсь, хоть что-нибудь. Вау, сковородочка. Это наши поварята. Ну-ка, где вы тут, ребята? Ну-ка, ся. Эх, слабовато будешь. Давай дальше. Давай-ка сюда приметим. Ядрик тебя на корень, а по уровню не подходит. Ну, что ж ты будешь делать? Так, ну, а у тебя, Ивар? Вау, а вот это самое то тебе. Ну, что же. А здесь? Ой, 160. Это слишком мало. Вот. Ну, в принципе, и сковородочку можно эту будет разобрать. Оп, готово. Лишними ресурсов у нас никогда не бывает. Ну, а тем более кристаллы, за которые мы будем кратить. И я еще получил один прогресс, ребята. И это сундучок. Просто везет сегодня мне на сундуки. Жалко, что со шмотками не так. Давай-ка, лукарь, иди отхиливайся. Кстати, лука, наверное, ребята, надо поставить все-таки в тяж. Хотя он вроде бы и здесь неплох. Вау, ребята, спасибо за подарки. Сейчас я вам отправлю их тоже. Ну, вот и славненько, ребята. С подарками я закончил. Забрал свой сундучок. Так, возвращаем моего лукаря. И идем опять на орков. Где они здесь? Вот, красавцы. 40 тысяч мощей. Сильные, однако, орки у нас пошли нынче, а? Ну, да не беда. Это все-таки шелупень. Хотя, смотрите, какой у него крепкий воин был. Упал. Так, ну, а здесь у нас маг и арбалетчик. В принципе, так, воскрешай, воскрешай. Отлично. Все, разобрали. Получаем свой законный сундучок, который мы потом вскроем, естественно, и посмотрим. Итого у меня сколько сундуков сейчас? Вау, 7 сундучков, включая ваши подарки. Замечательно. Так, давайте, ребята, отхиливайтесь, а мы, наверное, с вами... Так, что? О, я могу, могу поставить ему эту броньку. Мммм. И я, наверное, думаю, ребята, что оно того стоит. Как вы считаете? Так, давайте, наверное, все-таки оденем. Пускай он у меня будет стоять, как действительно, как называется броня, мамонт. Будет непробиваемым. Так, ну, а это все еще очень-очень далеко. Тридж, 6 уровень, ему еще пока далековато до него. Так. Да, необычная броня, конечно, на мага выпала, но, как вы видите, по уровню ее никто из магов носить не может. Ну, а мы приступаем с вами вскрывать сундуки. Так, ну, в первом ничего не выпало у нас. Во втором тоже. В третьем, что у нас в третьем? Ага, опять ресурсы. Пошел четвертый. Тоже ресурсы. Ну, ребят, ну, так нечестно. Сундук. Ну, этот обычный с ресурсами. И у нас два. Вау! На казначе выпала куртяжка. Обязательно глянем сейчас. И ресурсики. Блин, жалко, ребята. Из семи сундуков всего выпала одна куртяжка. Обидно, конечно. Но, если честно сказать, что я не очень-то расстроен. Знаете почему? Потому что в предыдущих, как сказать, выпусках, я просто их не выкладывал. Они у меня и лежат. Но зачем, как говорится, выкладывать лишнее? Я выкладываю по существу вам. Там у меня выпал и топорик, и броня. В общем, все-все самое вкусное, что сейчас надето на моих воинах. Так. Ну, что же. С куртяжками мы разобрались. Так. Краса у меня отхилилась. Маг тоже отхилился. Давай лучник. Нет, это не лучник. Это у меня тоже маг. Бежи. Беги. И отхиливайся. Ну, а мы тем временем не будем терять зря время. И отправимся с вами покорять наши земли. И нас ждут очередные орки. Так. Какое пройдено? Не пройдено, ребята. Вот они. Великолепная троечка бойцов, которые так и хотят получить люлей. И они этого заслужили, я думаю. Так. Давай-ка. Лежи, браток. Отдохни маленько. И очередная партия лучников. Это, как говорится, лакомый кусочек сейчас для меня. Все-таки я по мощам, ребята, вырос. И теперь я их буду щелкать, лузгать, как семечки. Давайте их обратно на отхил ставим. Так. Любомир с этим посохом стоит. Хе-хе. И до сих пор. Что нам достается? Ого! Еще одна броня, ребята. Еще латы герой я получил. Ну, это просто меня сегодня балует. Балует игра меня. Так. Нет. По-моему, мои лучше, да? Да, на порядок лучше, но, тем не менее, я найду применение этой брони. Поверьте уж мне. Вот, хотя бы. Хотя бы Дмитрию поставим. Хотя, я не знаю, у Дмитрия такая бронька тоже неплохая. На лукаре все-таки. Но с этой броней, я думаю, он будет стоять, наверное, дольше. Хотя здесь урон больше. Хей ты, е-мое. Вот поставили меня в неловкое положение. Что же сделать-то? Ну, давайте, наверное, мы оставим пока вот так. А если найдем какого-нибудь более мощного противника, естественно, поменяем ему на тяж. Так, собрали. 168 тысяч у нас. И давайте-ка мы, ребята, с вами здесь посмотрим кое-кого. Что ты нам можешь предложить? Угу. Неплохо. 36 тысяч мощей. 21 уровня. ДЦП. ДЦП. Ну и название. Так, а у тебя 30 тысяч мощей. Хм. Ну что же. Давайте, наверное, забираем своих... А, нет. Еще она отхиливается. У меня, к сожалению, да, долго идет отхил, ребята. Потому что, ребятушки мои, воины становятся мощными. И восстанавливаются очень медленно. Очень медленно. Как бы я не хотел это ускорить. Но апгрейд нашего больничного места стоит очень дорого. Там, по-моему, в районах 900 тысяч, если не ошибаюсь, да? А, 720 тысяч. И 310 тысяч дерева. Да, с деньгами-то вроде бы все нормально. Но вот с деревом, конечно, будет напряженка. Поэтому придется пока вот так вот нам терпеть. Ну что же, ребята, краса моя вылечилась. И пора нам, ребятушки, отправиться на карту. Бат Буби. Давайте, наверное, посмотрим, что он из себя представляет. А из себя он представляет ровным счетом ничего. Поскольку, смотрите, что происходит. И вон и воин просто упадет. Да, даже если его воскресят, я думаю, что это не поможет. Потому что мага уже, к сожалению, нету. Остался еще один маг. Которого мы, естественно, разбиваем. И арбалетчик, который просто не устоит против моей армии. Так сказать, армады. И я получаю 61 тысячу с него золотых. Что же, я все ближе и ближе к обустройству своего замка. А, соответственно, строительству тронного зала. А там, ребятушки, мы с вами развернемся еще больше и еще круче. Но, не знаю, хватит ли врагов на карте, чтобы я скопил такое определенное количество золота. Ладно, будем ждать, будем смотреть. Так, опять у меня краса долго будет лечиться. Так как она самая-самая мощная у меня в армии. Блин, все хочу поставить эти латы своему лучнику. Ну, хотя бы на пробу. Хотя бы на один уровень. Ёлки-палки. Теперь ему придется лечиться очень долго. Но, как вы знаете, лучник стоит у меня в заднем ряду. Поэтому получает минимальный урон. Поэтому он, надеюсь, будет туда ходить. Ну, я имею в виду в плане в госпиталь. Очень редко. Так, ну что же. Давайте подождем, пока мои ребятушки отхилятся. Ну, вот и все. Можно, ребята, нам смело отправляться опять за очередной порцией тумаков. Ну, то бишь, не нам, а кому-то. Что здесь у нас? 36. В принципе, пойдет. Да, я уверен. Да мне пофиг, что не полное здоровье. Отхилим. Отхилимся. Какого лешего, ребята? Какого лешего вы втроем здесь делаете? Где краса? Ё-моё, блин. Там видно было сообщение, что неполным отрядом. А я думал, что с неполным здоровьем, якобы не восстановившимся. Ядрить его на корень, а? И я профукал. Не, ну, с одной стороны, понятно. Это был... Да, ага, вон она, где шоркается у меня. Иди сюда, блин, бегаешь там, а? Ну, ё-моё, из-за тебя теперь придется опять полчаса ждать, пока у меня отхилятся все солдаты. Сидит она там, наслаждается, блин, в жилой комнате. Ну, ты красава подставила всех, а? Как ты так могла? Ну, на тебя смотрел весь отряд, а ты вот так вот взяла просто и убежала. Ёлки-ты-палки. Ладно, ребята, придется нам подождать еще немного. Возвращаем всех в отряд. Мне только обидно, что я как дуралей потратил магию. Зачем у мань приложу? Так, ну, конечно же, я возьму заклинание. Так, поставим на замену новенькую. И кто у нас тут? Геральт или Полдог? Давайте посмотрим. Так, Полдог, 42 тысячи мощей. Угу. А Геральт у нас что из себя представляет? 23 тысячи мощей. Ну, в принципе, его и начнем разбирать. Ууу, да это же, ребята, детский сад. Просто малышня. Для меня я их сейчас просто раздавлю, как клопов. Так. Даже... Ой! О! Даже с закрытыми глазами, ребята. Я просто смотрю на это, как на... Я не знаю, как на фестиваль какой-то нелепый. Хе-хе-хе-хе. Че несу? Че говорю? Да, ладно. Ну, вы прекрасно поняли, что это было... Да, нельзя просто. Что... Даже не поддаются никаким комментариям. Ладно, давайте, ребята, отхилимся. Как говорится, шутки прочь из глаз долой. И мы с вами сейчас, естественно, пойдем продолжать всех бомбить. Ну, что же, ребята мои, как обычно, уже готовы. Выздоровли. Так, краса там последний бинтик свой намотала. И мы с вами опять выдвигаемся на карту. Давайте-ка выберем кого-нибудь. Вау, лав. Ну-ка, давайте заценим этого лава. 31 тысяча мощей. Ну, давайте его, как говорится, проучим маленько. Ёлки-палки, я себя просто чувствую сейчас непобедимым. Ребята, непобедимым. Я так долго был в нищете, точнее, по мощам. Ну, вы прекрасно все это видели. Жалко, конечно, что я не каждую серию выпускаю. Если я бы выпускал каждый сезон, каждую серию, то, боюсь, у меня было бы не 45 или 49 серий, а уже, наверное, за 150. Мне очень много приходится чего перекидывать, перебрасывать и отставать. Поэтому, ребята, я как бы решил так вот делать в определенные моменты. Самые главные, жизненно важные, так скажем, которые делают какой-то перелом в этой игре. И в данный момент вы присутствуете именно на переломе. Когда у меня появилась очень хорошая броня, очень хорошее оружие, единственная, единственная маленькая-маленькая такая загвоздочка, которая меня до сих пор коребит, это то, что мои воины до сих пор не 40-го уровня. Я очень этого сильно хочу, чтобы они все были 40-го уровня, и желательно не только мой отряд, а как минимум еще человек 4. Ну, не человека, а жителя. Жителя 4, чтобы было еще помимо моего основного отряда. Вот тогда, поверьте бы, и мы разгулялись на полную руку. А сейчас все-таки приходится себя немножко где-то ужимать и чувствуешь себя чуть-чуть ущербным. Так, ну ладно, будем ждать, пока у меня красава становится, и продолжим наш поход. И знаете, о чем я сейчас подумал, говоря, начиная наш поход? О том, что у нас заждался, ребята, некромант. Некромант нас ждет. А знаете, почему нас ждет? Потому что сейчас я могу сделать всех своих ребят воинами. У меня хватает амуниции и хватает оружия, чтобы из магов и лучников сделать воинов. И, естественно, пойти и навалять этому некромату. И я надеюсь, что у нас это все-таки получится. Ёлки-ты-палки, я и совсем забыл, что у нас есть основные миссии. Это хорошо, что я вспомнил. Блин, ну, ребята, точно переломный момент. Так, давай-ка иди лечись. Сейчас, я надеюсь, у нас все-таки получится наковылять этому некроманту. В тех сериях у меня это абсолютно не получалось, потому что не было ни брони, ни оружия, и вообще я был там дрячом, если честно. Но теперь я чувствую себя, знаете, как я обычно говорю, на коне. Или, как обычно, нам фартит. В общем, мы еще некроманта не били, а я уже губежки раскатил, что я его типа уже замочил. В общем, сейчас мы это с вами, ребята, и проверим. Так, давайте-ка глянем. Нет. Ты... Ах, елки-палки, не подходит. Ага. Ну, ладно. Ну, главное, что ты у меня все-таки не лучник и не маг, а воин. Вот. Вот эту мы тебе оденем. Это будет тебе самое то. Все-таки на 200 единиц она получше. Ну, а колечков, естественно, мы никаких тебе одеть не сможем. Ну, что ты там, родной, родной, давай, дохиливайся. Чуть-чуть тебе осталось. И возвращаем его. И бегом, ребятушки. Не то, что там ползем или идем, а бегом бежим просто на этого некроманта, несокрушимые стражи. Как я ему давно хотел навалять. Ох, если бы вы только знали, как он меня бесит. Ага, начинает. Так, ребята. Фу, да походу дела. Ёлки-палки. Это кто? Это босс? Это босс? Ёлки. Вы, конечно, меня извините, но это просто, просто нищета труха какая-то. Я даже не знаю, как это выразить. Более понятным вам языком. Ну, я думаю, вы и сами все прекрасно поняли. Мы получаем за него прогресс. Что, только один дали? Ага, у меня еще сундучок от него остался. Ну-ка, давайте, ребята, его сейчас вскроем. Синенький. Замечательно. Ну, давай что-нибудь такое хорошее. Ух ты, ядрит тебя на корень. И что это такое? Это, ребятушки, броня на мага. И причем довольно неплохая. Я вам скажу. 807. К маге. Это шик. Так, ну что, я не знаю. Дмитрий, колечко у тебя шикарное. Давай-ка тебе обратно лук ставим. С Некромантом мы покончили. И я, знаете, что думаю? Раз мы завалили Некроманта, может быть, все-таки попробовать нам... Как ты нелепо сейчас смотришься? Полуэкт. Может быть, нам попробовать пойти по основной сюжетной линии и посмотреть, что нас там ждет вообще дальше. Да? Как вы, за или против? Ну, я ваше мнение пока не слышу. Я беру бразды в свои рукава. В свои руки. И я все-таки решаюсь и рискну, наверное, пойти по сюжетке. А там уже будет видно, потянем мы или нет. Ну что вы, ребята, матхилились у меня? Да, давайте менять вас местами. Матвей, Матвеюшка, ну непристойно тебе стоять легендарному магу с топором. Давай-ка мы тебе обратно отдадим твой посох. Так, ну что, ребята? Так, где? Нет, конечно же не этот. Подождите, а где у меня посох-то? Ага, посох-то у полуэк-то. Экт, ну-ка отдай сюда. Видишь, ты прихапал. Нет, ты еще не такой легендарный, как мой Матвей. Вот Матвей, это Матвей. Это же, ё-моё, легенда. Азерота, можно так сказать. Ну что, ребята? В принципе, мой отрядик готов. И нам, наверное, пора навестить. Я даже уже и не помню, кто там у нас. Давайте глянем сейчас. Опасный поворот. Ё-моё, 51 тысяча мощей. Ну, была не была. Давайте проверим. Ага, магии не хватает. Ладно, это все мелочи жизни. Ставим на изготовление и отправляемся. Ё-моё, там у него голем, два некроманта и два лучника. Ну, надеюсь, мы потянем. Так, понеслась. Какое поглощено. Какое. Так. Ого-го. Ребята, это что-то невообразимое. Что не так? Что не так у меня пошло, а? Какого лешего? Да бросьте вы. Ё-моё, Матвеюшка. Какой, блин, Матвеюшка? Это же, по-моему, Дмитрий. Или Полуэк. Я уже забыл, кто у меня и под лучиком играет. В общем, он не выжил. Ядрить его на корень. По-моему, ребята, я зря, конечно, надел. Хе. Да я понял, понял, что зря мы напали на этого опасный поворот. Да, он себя полностью оправдывает. Ближний бой, физический урон, высоко выжимайся, раз в некоторое время восстанавливает здоровье всем союзникам. Ах ты, подлец ты, мелкий. А это Некромант. Атака по области, увеличивая скорость атаки и лучники там в Лохмондее. В принципе, я должен был его развалить. Почему у меня не вышло? Вот это для меня, ребята, загадка. Ну, конечно, я понимаю, что я магу налепил вот эту броню. Я хотел как лучше, а получилось очень, по-моему, даже плохо все. И, наверное, надо было моему отважному арбалетчику ставить все-таки не тяж, а именно на крит и на атаку. Да, ну, ладно, ребята, мы это с вами провернем как-нибудь чуть-чуть попозже. А сейчас займемся основными своими делами, фармом золота. Это все-таки у меня сейчас как идея фикс. Нам же, ребята, нужен тронный зал, согласитесь? Нужен. Вы хотите дальше видеть, что будет? Хотите. Поэтому мы будем с вами фармить золото. А сюжетная линия от нас никуда не уйдет. И вот они, наши любимые орки. Появились. Так, ну что же, отхиливайтесь, давайте, ребята. И мы с вами рванем туда, на этих орков. Ну что же, отрядик мой восстановился. Пора нам засучить рукава и отправляться, ребята, на вторжение. Этих, я думаю, мы разберем, в принципе, без проблем. И всего лишь тут трое. А ну-ка, троечка незабвенная, лежать вам всем. Вот так вот мы, в принципе, расправляемся с нашими недоброжелателями. Так, краса встала, молодец. И отдохни, братишка, под камушком на огненной горе. Получили мы свой сундучок, который мы, естественно, вскроем. Так, ну сначала, конечно же, на отхил. Так, и давайте посмотрим, что с него выпадет. А выпадают нам с него, ребята, ресурсы. И знаете, что надо сделать нам? Нам надо немножко почиститься. Так, давайте что-нибудь с вами удалим, ненужное нам. И начнем мы с брони. Так, по-моему... Вот это будет слабенькое. Ее и разбираем. Так, у нас еще два костюма на лучника. Так, зеленая и синяя. Ну, конечно же, зеленую придется разобрать. Извини. Так, костюм повара. Так, вот этот мы разбираем. Ну, и, в принципе, наверное, ребята, с костюмчиками, наверное, думаю, надо завязать. Это мы оставим. Но есть и более слабая броня на мага, поэтому давайте определимся. 3 209, 3 507. Давайте разберем 3 209. Отлично. Ну, что же, с броней все. Давайте перейдем во вкладку оружие. Что у нас с оружием? Так, арбалет. Ребята, арбалет, наверное, нам все-таки пригодится. А вот этот лук, я думаю, он нам ни к чему. Поэтому разбираем его, естественно. Так, и что же нам еще? Посохи. Очень много посохов. И причем все практически хороши. И как бы, я даже не знаю, наверное, мы не будем ничего здесь делать. Так, вы отхилились-то? У меня нет. Так, один отхилился. Ну что же, дохиливаются, и мы с вами опять продолжаем шуршать. На этот раз остаются только игроки, потому что орков мы уже всех разбомбили. Ну все, краса моя готова. И нам, ребята, только остается лишь навестить карту и определиться. ДЦП. Давайте на него посмотрим. 36 тысяч мощей. Придется его разбомбить, ребята. Он себя не оправдывает. ДЦП. Да и название такое, если честно говоря, дурацкое. Так, ну что. Смотрите, как они усердно хилят. И воскрешают своего воина. Но уже такой фокус, к сожалению, не пройдет, ребята. Я уж очень силен для вас. Уж очень. Так что вам придется всем упасть. Смотри, что творит, а. Воскрешает. Ну-ка, воскрешай мою красу. Краса, давай, раздеребань там их магов всех. К ядрени фени. Чтобы не было никого. Даже духа не было. Все, ребята, мы победили. И снимаем мы с него сколько? У-у-у, красота. 57 тысяч золотых. Ну разве это не прелесть, а, ребята? У меня 375 тысяч. Это, конечно, еще не предел. Но врагов на карте становится все меньше. А, соответственно, шанс фарма денег тоже уменьшается. И я боюсь, ребятушки, боюсь одного. Что нам не хватит этой серии на то, чтобы я построил свой тронный зал. Но да не беда. Мы, как говорится, не будем бежать вперед паровоза. Посмотрим, пошуршим. А там уже все будет видно. Ну что, ребятушки мои, созрели. Поэтому нам пора опять отправляться в путь-дорожку. Полдог. Давайте. Ага, магию. Ну, конечно же, магию восстанавливаем. И делаем новую на изготовление. Так, великолепно. Все, больше не могу. И идем бить. Бить врагов своих. И у нас следующий враг полдог. Да, значит, тут у него... Слушайте, я думаю, что на него мы с вами не пойдем. Ну да не беда. Вроде бы там еще есть кто-то. И я думаю, мы с вами сможем выбрать достойного нам конкурента. Давайте-ка посмотрим по карте. И мы находим Итоку. Итокасо. Вот так будет правильнее. Так. Итокасо. Извини, но тебе придется полежать и отдохнуть возле своего замка перед воротами. Как говорится, без всяких там суетливых забот. Да, ты, парнишка, заработался, поэтому надо тебе маленько отдохнуть от работы, от подседневочки. Я тебе в этом помогу. Я, так сказать, твой лечащий доктор. Великолепно. И сколько ты мне дашь за мои процедуры? 41 тысячу золотых. Что же, я вполне доволен. Так, ребята, давайте лечить опять своих воинов. И снова наступает то время, когда мы с вами отправляемся на карту. И врагов действительно становится все меньше и меньше. Китиру. Ну, Китиру, давай-ка мы посмотрим, чем ты нас порадуешь. Так, все сделали как надо. Так, что здесь у тебя, красавица? Давай-ка делись деньжатами, браток. Ну, хватит уже скирдовать карманы. Пойди уже, чулки-то все забиты. Смотри, какой крепкий у него, а. Какой крепкий у него, оказывается, воин был. Именно что был, ребята. Ну, а здесь, как извините, когда три мага остаются, да еще к тому же нету воскрешателя. Ты уж извини меня, братишка. Если бы у тебя был бы воскрешатель, это да, совсем другое дело. А так, как вы тут со своими подхилами, этот фокус уже не сработает. Все. Вау, 55 тысяч. Да это просто шикандос. 473 тысячи. Ребята, я уже практически, практически накопил нужную мне сумму. Ну, грубо говоря, половину ее это уж точно. Так, ладно, все эти у меня, ребятки, лечатся. Собрали, вроде бы, ресурсы. И сейчас будем ждать, когда они у нас отхилятся. Ну, наконец-то, краса у меня заполнила полностью всю свою шкалу здоровья. И у нас, ребята, всего три врага на карте. Ты дышь. Ну-ка, давай, глянем тебя. Ты дышь. Извини, ты дышь. Придется тебя разобрать маленько. Да и я вообще считаю, что тебе тоже не помешает слить немножко рейта. Это даже я скажу тебе на пользу. Ты мне еще потом скажешь спасибо. Спасибо, скажешь дядюшка Рей, что в свое время меня проучил. И я потом нафармил столько золота со своих врагов, что ого-го. Ну, такого, конечно, я от него не услышал. А я с тебя получаю 34 тысячи голды. И опять же мы в очередной раз идем на отхил. В очередной раз моя краса готова. Давайте двинемся с вами на карту и посмотрим. Вау, ребята, у нас доступно, оказывается, еще одно вторжение. 41 тысяча мощей. Орки. Родные мои мои, как же я по вам соскучился. Дайте мне, пожалуйста, ваш сундучок, который вы с собой там таскаете. Вы как маленькие лепреконы с горшочком золота. Только вместо горшочка у вас сундучок. И я его хочу у вас забрать. Ой, дорогой мой лучник, привет. На-ка, дубинушка по голове. А еще хочешь, не успел. Ну да ладно, все равно ты упал. И вот он сундучок, долгожданный мой. Мы сейчас его вскроем и посмотрим, что вы нам там подсунете. Так, ребята бегут у меня на отхил, естественно. Осталось совсем немножко, а мы в этот момент глянем в сундучок. Что у нас здесь выпадет? Ай-яй-яй-яй-яй. Не досада, конечно. Ресурсы. Ну да не беда. Так, давай, красоточка моя, красотка. Давай, быстрее. Отхильвайся. Соберем здесь немножко ресурсики. Отлично. Так, 176 тысяч дерева. Этого, конечно, еще очень мало. Недостаточно этого, ребята. Чтобы что-то хорошего сделать. Так, два врага всего. Полдог. Ага, добавляем магию. Кстати, у меня последняя магия осталась. Ребята, это плохо. Полдог. Ну-ка, давайте глянем. Скорее всего, нам придется его разобрать. Как бы это не выглядело печально. Так. Ну что там у нас? Отхилились мои ребята или нет? Так, а тут еще орочи леса у нас, да, осталось? Ну там, ребята, насколько я помню, очень мощный враг стоит. 70 тысяч хп. Он мне не по зубам, естественно. Давайте нападаем на полдога и смотрим, что у нас из этого получается. Ну, по моим предложениям, мы, в принципе, должны его одолеть. Все-таки даже и по мощам. Хотя у него воин вроде бы такой неплохой. Сейчас мы все это, ребята, увидим. Что у нас получится? Так, отхиливается. Магия моя пошла. Неплохо бомбануло. И он, он падает. Должен упасть. Ну, падает и уже. Ёлки-по. Смотрите, как его усердно отхиливают хилы. И он падает. Так, все. Теперь мне главное разобрать этих магов. Я так понял, реза тут нету. Тогда все. Это смертный приговор, ребята. Мы разбомбим сейчас магов. И на этом все, ребята. Сколько мы получаем злата? 57 тысяч. Вообще шикарно. Итого у нас 571 тысячи. Нам буквально, буквально не хватает. Так, ну, около 150 штук, чтобы построить себе тронный зал. Да, а здесь, ребята, как вы видите, почти 76 тысяч. На этого парнишку нам лучше не суваться. Иначе будет кранты. А жизнь нам еще дорогая. Хотя, можно было бы, в принципе, слить рейд. Но я не буду. Так, давай, иди. Поднимай себе уровень. Так, нам нужен еще кто-то. Кого мы еще можем поднять? Ну-ка, глянем-ка на тебя. Нет, Арнольд, ты слабый. Так, где-то девица должна быть у нас, насколько я помню. Ага, вот. Иди тоже занимайся. А мы будем, ребята, стоять на страже своего замка. Ну, а на этой ноте, ребята, я заканчиваю это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Там будет все шикарно, я надеюсь. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok